Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, как накачать икроножные мышцы со штангой и гантелями. Икроножные мышцы очень важны. Когда вы находитесь на пляже, в шортах, и для мужчины, и для девушки без развитых в меру икроножных мышц, немыслимо гармоничное, красивое телосложение. Но, к сожалению, этим мышцам мало уделяют внимания обычно, и проблема в том, что они как раз недоразвиты. Получается куриная корочка. Нога большая, а икроножная мышца почти отсутствует в низу ножки спички. И у меня тоже самое, такие же проблемы. Эта мышца у меня всегда очень отставала. Что же я сделал, чтобы набрать себе на икрах плюс 7 сантиметров? То есть, занимаясь по этим схемам, даже, кстати, нерегулярно, мне удалось нарастить икры до 41 сантиметра. А было в начале 34 сантиметра, было ужасно. И что же делать, чтобы накачать икры хотя бы, чтобы не стали хотя бы за 40? Нужно задействовать все икроножные мышцы. Точнее, всю группу мышц. Это икроножная мышца, под ней идет комбаловидная мышца, и, конечно же, спереди идет переднеберцовая мышца. Все эти мышцы качаются разными упражнениями совершенно, и совершенно разная биомеханика движений. Поэтому смотрите внимательно. При подъемах на носки стоя в основном работает вот эта часть, икроножная мышца. При работе, когда нога согнута, мы задействуем, даем некоторый акцент на комбаловидную мышцу. Поэтому надо выполнять подъемы на носки сидя. При тренировке переднеберцовой мышцы, которая также, видите, придает довольно большой объем, представьте, если бы переднеберцовой мышцы у меня не было развитой, да? Это тренируется подъемами на носки. Некоторые удивляются, как мне удавалось выигрывать в категории классический бодибилдинг, если у меня, допустим, нет рук по 50 см. Или если у меня нет мышечной массы, более 100 кг. На самом же деле, когда ты оказываешься на сцене, рядом с тобой стоит человек, который на 10 кг тебе больше, у него огромные бицепсы, но у него нет икроножных, они меньше, чем у тебя, у человека, который весит на 10 кг меньше, или вы показываете двойной бицепс сзади, у него огромная спина и полностью отсутствует задняя дельта. А у тебя, наоборот, все мышцы развиты в определенной пропорции по отношению друг к другу, у тебя нет дыр. Вот отсутствие этих дыр должно быть вашей целью хорошо выглядеть, а не просто накачать какую-то одну мышцу до огромных размеров, вот у меня большой бицепс. И вы также, как я, сможете выглядеть лучше, чем ваш какой-то оппонент на сцене, или просто хорошо выглядеть в сравнении с другими людьми на пляже, в жизни, и быть пропорционально гармоничными даже ради себя самих. А теперь, если вам понятно, зачем нужно тренировать икры, подумаем, как это сделать более результативно. Если у вас икры самая развитая часть тела, не нужно, уделяйте им много внимания. Достаточно одной легкой тренировки, например, три подхода по 15 повторений, один раз в неделю, просто чтобы эта мышца не была слаба и не травмировалась при выполнении других упражнений, например, приседаний, становой тяги, не потянуть икроножную. Если же у вас так же, как у меня, отстающие икроножные мышцы, нужно поработать регулярно. И поработать в начале тренировки или в отдельную тренировку. В этом случае икроножные вам нужно тренировать 2-3 раза в неделю. Используйте комплекс упражнений, который я вам покажу. Если же все равно роста не будет, возможно, у вас в икроножных мышцах преобладают окислительные мышечные волокна. В таком случае нужно будет выполнять те же самые упражнения в статодинамическом режиме. То есть держать мышцу в постоянном напряжении, не работать с максимальной амплитудой, а работать в середине амплитуды, до сжения. Подход идет 30 секунд, 30 секунд перерыв. Так делаем 3 сета, потом 10 минут перерыв, еще 3 таких же сета. Это статодинамический режим тренировки икр. Можно, допустим, 3 разных упражнения выполнить по 3 сета, перерывом 10 минут. В перерыве можно тренировать другие упражнения, другие мышцы в эти 10 минут. Если же вам нужно просто увеличить икр за счет гликолитических мышечных волокон, то есть то, с чего мы начнем, это та тренировка, которую я покажу вам. Выполнение подхода до отказа. Примерно 10-12 повторений. Примерно 30 секунд под нагрузкой. 20-30 секунд мышца находится под нагрузкой. Затем перерыв вполне может быть более длительным. Там 2-3 минуты, даже 4 минуты. Это не проблема. Вы можете сделать жим лежа, потом перейти к икрам вернуться не спеша. При тренировке гликолитических мышечных волокон нет необходимости отдыхать между подходами 30 секунд. Наоборот, вы этим только ухудшите ваш результат. А вот рабочий вес имеет значение, какую бы систему тренировки вы не выбрали. Вам надо постоянно будет повышать рабочий вес. Неважно, окислительные, гликолитические мышечные волокна. Или вы оба типа мышечных волокон захотите качать, например, один раз в неделю такие, один раз в неделю такие. Правда ли, что икр нужно качать чаще? Дело в том, что считается, что эти мышцы быстрее восстанавливаются, ведь мы постоянно ходим, поэтому можно смело тренировать их 2-3 раза в неделю. Каждый день тренировать икр я не советую, потому что я лично чувствую перетренированность и риск получить травму. Ну, смотрите по своему восстановлению. А теперь перейдем к самим упражнениям. Сегодня мы рассмотрим подъем на носки стоя со штангой. Это классическое упражнение, но оно дает вертикальную нагрузку на позвоночник. Некоторые выполняют его с огромными весами. По понятным причинам я вам это делать не советую, по крайней мере, поначалу. Умеренный вес, довольно много повторений, 15 повторений. Подъем на носки как можно выше старайтесь, ловить координацию, контролировать ваше тело, не раскачиваться, в верхней точке на секунду задержаться, опуститься до растяжения икроножных мышц. Итак, как выполнить подъем на носки со штангой стоя? Упражнение я считаю довольно сложным, не для новичков, для тех, кто занимается уже, по крайней мере, год. Во-первых, нагрузка на позвоночник, во-вторых, требуется баланс, координация, ловкость, точность. Значит, берем, заходим под штангу, ставим ее на плечи, а не на шею, это очень важно, и носками ног становимся на блины. Можно чуть носки в стороны, можно параллельно. Голову выше, выпрямились, подняли грудь, и стараемся, немножко наклоняясь вперед, выходить на носки. То есть, если вы пробуете просто подняться на носки, вы будете терять равновесие. Надо чуть-чуть наклонить тело вперед, на сантиметр, и на носки. Вверху паузу старайтесь, вот так. И еще разочек наклонились. Второе упражнение, которое я вам посоветую для тренировки комбаловидных мышц, подъем на носки со штангой сидя. Мы ставим штангу на колени, на штангу накладываем мягкий валик, или ковриком можно обмотать, что-то мягкое подложить. Сверху ставим штангу, садимся, делаем подъем на носок двух ног. Есть также вариант с подъемом на носок одной ноги сидя. Подъемы на носки ног, сидя со штангой с гантелями, с гирями. Ставим носки ног на возвышение. В идеале оно должно быть еще выше. И пододвигаем штангу ближе к коленям, потому что так нагрузка увеличится. Можно еще дополнительно руками придавливать колени. Но ориентируйтесь на довольно большие веса, потому что, когда вы работаете с весами менее своего собственного веса, икры, скорее всего, сработать не будут. Разве что вы попробуете статодинамический режим, и то только в том случае, если у вас в икроножных мышцах преобладают окислительные мышечные волокна. Это никто вам не гарантирует. Можно провести тест. Сколько повторений вы можете выполнить от одноповторного максимума на икры. Если 10 и больше, то да, надо тренироваться в статодинамическом режиме. А если до 10, то нужно тренировать гликолитические мышечные волокна икроножных мышц как минимум половину времени, а то и больше. Вот у меня уже пошло жжение в икроножных мышцах. Но что же делать, если у вас нету дома штанги? Вы можете поступить более простым образом. Просто-напросто воспользоваться гантелями и сделать подъем на носок одной ноги поочередно с гантелей, что, кстати, гораздо менее опасно для позвоночника и также весьма эффективно. Ведь вы поднимаете весь свой вес только одной ногой, а нагрузка на позвоночник снижается на сумму вашего веса. Соответственно, это упражнение почти безопасное для позвоночника, особенно если использовать нетяжелый вес. Но со временем все равно веса надо увеличивать. Помните мои рекомендации по закачке мышечного корсета спины? Сильная спина – это залог вашей безопасности при выполнении упражнений с весами стоя. Напоминаю, что для тренировок дома я использую оборудование с сайта barfits.ru. Это позволяет мне получить много преимуществ и теперь я могу тренироваться более эффективно. Это может быть гиря, может быть гантели. Эффект будет одинаковый. Становимся на блин. Спина прямая. Вторую ногу вот так и такая же техника. На носок и пауза вверху. Затем меняем руку и делаем столько же повторений для другой ноги. Сделав подъем с гантелями на носок одной ноги стоя, перейдите к подъему на носок одной ноги в положение сидя. Если штанги нет, используйте гантелю, попросите кого-то сесть к вам на коленку. Вот мы ставим ногу, кладем сюда какую-то подушечку или коврик, сверху уберем гантелю, давим вниз и поочередно для каждой ноги выполняем заданное количество повторений. Стоит ли делать сотни повторений? Не могу этого утверждать, потому что, согласно научной теории, слишком большое количество повторений – это перезакисление мышцы. ионы водорода могут расщеплять миофибрилы мышц. Поэтому все-таки до 15 повторений 30 секунд под нагрузкой – оптимальное время и для гликолитических мышечных волокон, и для окислительных. Но лично для меня гликолитические мышечные волокна растут только когда время под нагрузкой еще меньше – 15-20 секунд. Почему так? Я не знаю, но по моей методике все работают. 6 повторений и максимальный рост силовых показателей и объемов мышечных, особенно у натуральных бодибилдеров. Сделайте с гантелями достаточное количество повторений на правую и на левую ногу. Во всех упражнениях выполняем не менее 3 рабочих сетов. Сначала идет разминочный сет 15 повторений, примерно с половиной рабочего веса. Затем идет 3 рабочих подхода по 10-15 повторений до ощущения сильного утомления, отказа в мышцах. Итак, мы рассмотрели 4 упражнения. Подъем на носки, стоя со штангой. Подъем на носок одной ноги с гантелей. Подъем, сидя на носки со штангой. И сидя на носок одной ноги с гантелей. Давайте уже рассмотрим вариант. Если у вас вообще нет дома ни штанги, ни гантелей. Вы по-прежнему можете выполнять подъем на носок одной ноги без отягощения. Лезя в руку любой груз, например, хоть банку с водой 3-5 литровую, возьмите баклажку и поднимайтесь на носок одной ноги. Отсутствие штанги и гантелей не повод для того, чтобы не тренировать оконожные мышцы вообще, если вы в зале не успеваете. И очень хорошее упражнение ослик. Вначале вы можете выполнять его без нагрузки. Но через время можете попросить сесть вам на крестец, не на позвоночник, а именно на тазобедренный сустав вашего ребенка, вашу супругу. Ну, иногда даже приходится и друга попросить. Если, конечно, вы в нем уверены, что он не будет питать каких-то нечистых помыслов по отношению к вам. Ну, я думаю, все, большинство мужиков, все-таки, смотрящих мой канал, нормальные. И это нормально. Фрэнка Коломбо, в конце концов, сидел на Шварценеггере, когда тут качал игры с двумя своими друзьями, культуристами. И это нормально, это тренировка. Следующее упражнение называется ослик. Смешное название, да? Я становлюсь в позу, ты молча залезаешь на меня. Вот, я встал, и ты садишься мне на таз. Ну, на попу, давай, на попу садись. Все, и выше, ближе ко мне. Теперь сядь как на лошади, выпрямись. Ну, если тебе страшно, можешь лежать. И вот стоя в наклоне, надо подниматься на носочки. Стараться ноги не сгибать. Лошадка. Да, ровно сядь, как на лошадке. Старайся наклониться назад. Если партнер наклонится назад, то эффективность упражнения увеличится. И, наконец, тренировка передней берцовой мышцы. Предположим, у вас низкий уровень. Тогда просто вы можете сесть и делать вот такие движения. Теперь, допустим, вы уже достигли такого уровня, что у вас эти мышцы не качаются. Вполне достаточно будет что-то мягкое положить на ногу. Положить сверху вторую ногу. И с сопротивлением другой ноги сделать по 10-15 повторений. Эта мышца очень слабая. Если она у вас болит при ходьбе, то вам тоже есть смысл ее прокачивать. Затем тоже количество повторений можно выполнить и для другой ноги. Можно придумать много упражнений для передней берцовой мышцы. Она слабенькая и очень легко напрячь. Допустим, те же блины использовать. Просто-напросто положить на кроссовки что-то мягкое. И вот, пожалуйста, блинчик. Сидим, поднимаем. Мягкое, чтобы блин не давил вам больно на ногу. И сидим, поднимаем блинчик. Или два блинчика сразу. Вот, пожалуйста. Ну, 20 кг тяжеловато. Можно, допустим, начать с десяток. И через три подхода передней берцовой мышцы будет умолять о пощаде. Это было видео о том, как накачать оконожные мышцы. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие еще мышечные группы вы хотели бы, чтобы я рассмотрел. В зале, дома, с гантелей, со штангами. На каких тренажерах. Также обратите внимание, что я провожу тренировки в режиме реального времени. Вы находитесь прямо у себя в зале. Одеваете Bluetooth наушники. Я через камеру смотрю на вас. На протяжении всей тренировки вы выполняете все упражнения под моим контролем. Идеально правильно. Я вас прекрасно вижу, вас прекрасно слышу. Вы слышите в ушах мой голос. Наушники небольшие, Bluetooth вообще не мешают вам тренироваться. Они выпадают из ушей. И полностью заменяется тренировка с квалифицированным тренером, которого в зале у вас, скорее всего, и нет. Поэтому обращайтесь. Будем тренироваться вместе. В зале или дома. Теперь это стало возможно благодаря современным технологиям. Отходим. Все, отошла. Ноги расставила. Ноги подняла. Давай. Легко. Медленно. Давай. Медленно садимся. Быстро встаем. Хорошо. Есть. Зачет. Также я хочу предложить вам подписаться на мой канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. Для того, чтобы вы не пропустили следующее полезное информативное видео. Пока, друзья. С вами был Юрий Спасовокотский. Тренер, чемпион мира по бодибилдингу. До новых встреч.